всем доброе утро ребята всем привет мне уже проснулась анечка пока она спала свой утренний сон и я занималась уборкой запустила сейчас уже до заканчивает уборку пылесос вот я там все подняла здесь наверху тоже убиралась убиралась ванюшки в комнате сейчас занесу домой я тоже робота и запущу его чтобы он тут мне везде все по убирал помыл вот еще мне нужно убраться ванечке комнате ой привет привет ты вызвалась придем играть да ну пошли ну пойдем ну пойдем агу 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 скажи что это за черная штука такая что это черная штука такая вроде мама из какой-то черной тукой ну что начнем пойдем вниз или постелить тебе здесь не пойдем вниз потому что я не завтракала я жутко голодная так что пойдем мама будет кушать а ты будешь играть да а потом вернемся в твою комнату и здесь нужно по убираться еще стирку загрузила рассортировала вещи в общем надо кстати окно сейчас дочь открыть шторы пусть заходит солнышко в комнату все пойдем пойдем покажу тебе робота пылесоса помыла я еще полы здесь так что все разложила анютки все самое интересное выложила где я пошла готовить завтрак вот так вот и ее оставляю на полу с пола на точно никуда не денется и бегаю постоянно возвращаюсь очень хочу чтобы вот этой стены уже не было я бы могла спокойно готовить и смотреть как мой ребенок тут переворачивается старается вот но а так потому что беру я конечно ее очень часто с собой на кухню вот этот вот гамачок вот но она все равно она очень сильно сейчас пресс качать и хочется видеть больше поэтому я ее оставляю в зале сама прихожу на кухню и быстренько готовлю себе быстренько быстренько готовлю себе завтрак у меня на завтрак все очень просто как на самом деле как обычно ничего нового яйца авокадо рыба хлеб и все вот так помидорки там и сегодня нужно еще съездить наверно мы все вместе поедем в магазин написали многие если катя убирается во всем доме значит грядут гости вы правы вы правы да едут гости но во первых надюха наша едет к нам она в четверг приедет к нам гости у нее появилась окошко и она решила приехать к нам давно и у нас не было вот и плюс приезжает еще ванин дядя то есть анечкин и ванечкин двоюродный дедушка и вот так вот я все достала пришла посмотрела с мою бабочку и все хорошо ухожу снова на кухню а ты чего чего тебе чего тебе охраняй где охраняй кстати у они с моим любовь они так на друг друга смотрят она и улыбается вовсю ванюшка так не любил так не привлекала его пума какая как анечку так ладно все я заканчиваю разговоры и быстренько жалю себе я буду облет ребят всем привет в общем я сегодня после того как отвез ванюшку вернулся домой попил кофейку и поехал покупать в общем в итоге не за у меня было очень сильное желание снять вот эту вот штуковину это называется кран селективный кран на там раз два три 4 5 на 5 положений вот и я его разобрал начал хотел посмотреть какие здесь резинки но резинки здесь как я и думал не в плачевном состоянии в общем в итоге я принял решение раз уже все делаем в бассейне поставить новый и купил его вот он есть не пришлось объехать несколько магазинов потому что почему-то их не продают в итоге купил в магазине которая специализируется именно на бассейнах но у них цена почти в два раза дороже можно было заказать через интернет на пришлось бы ждать где-то неделю полторы но хотелось уже хотелось уже это сделать поэтому плюс этот магазин находится у нас здесь внизу в нашем городе и если какие-то будут вопросы я смогу спуститься и проконсультироваться вот надеюсь что вопросов не будет все сейчас это позавтракаю и хочу подключать я надеюсь что у меня все быстро выйдет и я все это подключил и будучи красота можно будет уже радоваться этому делу короче заняло это на самом деле с поисками всего очень много времени вот но я сегодня еще ездил в один магазин который предназначен для в общем там не могут покупать люди без без компании без частного предпринимательства вот и но именно связанным с стройкой стройкой там сантехникой вот именно с этим вот и я там купил мне вещи и смотрите я заплатил 72 евро но этот счет это счет для компании а счет для клиента если бы я был бы компании выставил бы счет то смотрите сколько бы стоило 272 евро 200 евро просто на том что ты купил в магазине со скидкой а клиенту на 200 евро как бы всего на 200 евро берешь больше но это не учитывая работа это просто на самом материале вот просто к нам когда приезжали находить искать утечку воды такой классный дядька был он короче не несмотря на то что у нас были с ними проблемы в итоге дядька оказался классный он короче говорит если тебе что-то нужно иди в этот магазин магазин называется сальтоки называй мою компанию мое имя и покупай на как бы получается на меня но с моей скидкой вот и вы получается на 200 евро дешевле естественно если покупал другом магазине который не связан ну допустим прикомар там цены не настолько завышены но все равно я сравнивал она выходит дешевле ненамного нешевле но нешевле сам факт что вот такого делают штуковину поэтому многие не любят когда человек говорит там отремонтируйте мне туда что-то-то-то-то я все сам куплю естественно они не могут заработать на матери они подключают мне этот сканирует сейчас весь верхний таш я поставил в ритуальную стенку красную не он теперь на лестнице не будет так что сейчас он здесь он все просканирует и будет мне здесь убираться красавчик на мы хотим в будущем на неделе наверно уже на следующий я куплю средства для мытья ковров запшикаю потом мы промоем высушим на улице замотаем и уберем ковры вот чтобы ну вернем их уже когда наступит холода вот это надо поднять гостевой ниш можно убрать вот сюда наверх чтобы пылесос тут хорошо пропылесосил тоже и ванну пошел тоже сканировать чуть-чуть позже когда мы немножко попользуемся и я вам расскажу почему мы выбрали именно этот у него там функции и все такое вот сегодня наконец начну им пользоваться теперь классно когда вот есть гаджет да встал включил пошел заниматься детьми а вот пылесос тебе убирает я сегодня еще не занималась и анечку только что уложила что вот думаю наверно мне принципе по дому все дела я сделаны что я думаю сейчас позаниматься пока у меня есть минутка тем не еще нужно готовить обед но обед ладно обед я могу с детьми приготовить типа заниматься тоже здесь не могу ну короче я сейчас вот мне я хочу сначала сходить сейчас пойти посмотреть бассейн потрогать водичку да нужно нужно с очком как видите я супер позанималась и к бассейну сходила и позанималась и обед приготовила ты ну мы уже с анечкой убрались в ее комнате теперь у нее чистенько да доченька переоделись помылись что будем делать что будем делать не знаю может кофе попить я не сделала себе кофе ты будешь кофе да мой чудо мой чудо да моя девочка моя девочка припевочка такая тяжеленькая уф тяжело ее на руках носить она уже такая тяжеленькая поэтому я предпочитаю если на руках то тогда либо рюкзак либо слинг потому что просто так она конечно руки отваливаются где то около 7 килограмм уже весит такая пушечка моя ты моя пушечка да не хочешь на камеру не хочешь смеяться она так ухахатывается ну то есть я смеюсь и она за мной повторяет и тоже смеется я при этом я не щекочу ничего просто так вот мы с ней смеемся так хотела заснять но ну разве что как нибудь на телефон засниму так чтобы она не видела куда ты сползаешь тебе надоело тут тебе надо в другое место куда нибудь да оба оба а ну ка давай не сползай а ну ка давай не сползай не сползай не сползай скажи привет привет всем да да хе-хе-хе р расскажи как дела ты па тябь, а ты па тябь, а я па тябь, а я па тябь и сползай Я поела, меня помыли, переодели. Сейчас пойдем на коврик играть. Да? Так неудобно, а вот так. Анечка моя снова спит. Я занималась приготовлением обеда. Это у нас будет на ужин. Фаршированные перцы. Буду запекать в духовке. А здесь у меня готовится соус. Тут фарш с овощами и томатным соусом. Это для макарон. Так что у Ванюши сегодня праздник. Он в последнее время обожает макароны. Поэтому будут макароны с таким соусом. И сейчас я все-таки дойду до бассейна. У меня тут еще высушилась стирка. Надо сейчас ее будет разложить. Вот, я сейчас схожу в бассейн, потрогаю водичку. А потом вернусь. О, котик здесь. Потом вернусь, доделаю вещи. И пойду чуть-чуть позанимаюсь. Хотя бы сделать тренировку. Ну, вот, не беговую дорожку. Хочу к водичке пойти. Хорошо. Хочу посмотреть, как тут наш бассейн. Конечно, тут дизайнерский такой у нас беспорядочек. Ай, кайф. Классная. Прохладненькая водичка. Но освежается. То есть я без проблем... Не такая холодная, чтобы невозможно зайти в воду. Нет, очень приятная прохладная водичка. Сейчас Ваня там сделает, включит фильтр и... Плюс еще с очком нужно тут походить. Все пособирать. Класс. Завтра уже буду с детворой купаться. Завтра с вами не буду купаться в первую половину дня. Не, не буду. Не буду на первую половину дня. У нас планы. У нас не будет дома. Так что... Еще вечером, наверное, только. И то не факт. Так, все. Водичку потрогали. Водичка кайф. Возвращаемся домой. Делать дела. Ребят, жаришка. Я позанималась. Я сейчас последние несколько дней еще добавила упражнения на ноги. Так что теперь моя тренировка по видео длится 25 минут. И со следующей недели я уже чувствую, что, ну, кого получше занимаюсь, буду добавлять резинку и веса на ноги. Вот, сейчас иду в душ, переодеваюсь, немножечко остыну и буду собираться уже ехать за Ванюшкой. Анечка пока спит, поэтому я быстро пулей иду в душ. Дорожку уже сделаю вечером, когда уложу всех детей и полью все цветы. Вот, и тогда вечером еще сделаю беговую дорожку. Ох, супер. Ну, и корзина. Я предпочла заняться спортом, нежели разобрать сухие вещи. Но я сейчас быстренько соберусь, быстренько в душ схожу и заодно займусь вещами. У меня времени как раз супер. Все, я погнала дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok